Всем добрый день, меня зовут Надежда и вы на моем аркадельном канале. Сегодня у меня отчет будет по двум проектам. Это месяц финишей, который организовала Анастасия Ирнашко и хомяк на диете, органистатор Виктория Ацой. Поскольку я решила совместить эти два проекта, поскольку они у меня будут перекликаться, я буду довязываться в месяце все свои недовязы, в месяце финишей, то, что у меня начато на спицах. И, конечно же, буду продолжать проект «Хомяк на диете». Смысл проекта в том, чтобы по максимуму извязать все свои недовязы и остатки пряжи, поэтому у меня эти два проекта перекликаются. И в месяце финишей у меня был заявлен джемпер, что, по сути, я и делала на этой неделе. Провязала я немного. Я начала вязать рукава, и по полурукава каждого я провязала. То есть я вяжу два рукава одновременно из разных клубочков. Вот, как вы можете видеть, я покажу. У меня провязано уже расстояние, как вы это показали, чуть выше локтя получится. Мне осталось немножко. И в этом же джемпере мне осталось связать немножко переда и оформить вырез корловиной переда, передней части джемпера, свитера. Вяжу из остатков, из распуска. Это перевяз-перевязович. Это я даже не скажу, что это за пряжа, но тем не менее получается довольно неплохо. Мне нравится то, что получается. Он еще, детали сами пройдут в ВТО, петельки выровняются, где мне это необходимо. И у меня довольно картинка такая вырисовывается, неплохая. Да? Как я, по крайней мере, его вижу. Вот, по этому джемперу. Что будет по этому джемперу? Я периодически отснимаю какие-то приемы, как я делаю пройму, допустим, переда, спинки, как она называется, вырез горловины спинки, вырез горловины переда, окаты рукавов. Все это будет у меня заснято на камеру. Поэтому, ну, то есть, как я это делаю, мои приемы, да, какими я пользуюсь, как считаю, как распределяю петли и прочие-прочие мелочи, именно поэтому у меня работа с дальним свитером затянулась надолго, скажем так, потому что не всегда есть возможность сесть и заснять. А проект Насти даст мне все-таки пинка такого хорошего под зад, чтобы я села и довязала этот джемпер. Несмотря на то, что это шерстяная ниточка, полушерстяная, наверное, по составу, по ощущениям, она шерсть с добавкой чего-то, да, такого. Вот, и несмотря на то, что он зимний, я хочу, что все-таки его уже довязать, чтобы он мне не мозолил глаза и отснять отдельные, скажем, детали, как я это провязываю. Я знаю, что таких мастер-классов и объяснений наитуды хватает, но каждая из нас это делает по-своему, каждая из нас объясняет по-своему. И я надеюсь, что те приемы, которыми пользуюсь я, тоже кому-нибудь пригодятся. Поэтому по рукавам, по джемперу у меня все. Вот, эта неделя выдалась у меня не очень продуктивной, поскольку мы на два дня уезжали, были в гостях в Минске, и вязание с собой я не брала. Я имею в виду вязание проектов, которые были заявлены, но поскольку я еще, у меня, как говорится, хомяк на диете, то я извязываю свои остаточки пряжи, да, небольшие. И у меня такой вот был тоже, это роспуск. Девчонки, знаю, что многие не любители распущенной пряжи, но тем не менее, будучи вот в дороге, я начала вязать носок, самый обычный, да. Потому что выбросить мне, например, жалко, я не выбрасываю даже остатки, даже роспуск у меня идет в тело, и в тело он идет на следочки и носочки. Поэтому, ну, не только поэтому, поскольку у меня сейчас пряжный хомяк сидит на жесткой диете, очень жесткой в связи с определенными обстоятельствами, поэтому я вяжу из того, что у меня есть. И до Минска, например, ехать от меня, от города, где я живу, и обратно, да, на скоростной электричке, которую мы сейчас запустили, это два, почти три часа. Это самое малое на скоростной электричке. Если поездом, то все четыре или автобусом четыре, четыре с половиной часа. И я взяла остаточек в дорогу, и вот пока мы ехали туда, пока мы ехали обратно, я связала практически носок. Не скажу, что вязала всю дорогу, но тем не менее. И оставлю его таким, скажем так, дорожным проектом, где не нужно заморачиваться и считать, пока немножко отложу, они мне не к спеху, и напрягать меня не будут, потому что носочки-следочки я вижу круглый год. Он у меня будет дорожным таким проектиком, который я смогу убрать в дорогу, потому что в среду мы опять уедем в Гомель, дочки ставят брекет-систему, будут устанавливать уже, и вот до Гомеля там тоже ехать бывать в половине часа, мы выедем в пол-восьмого утра, и в Гомеле будем только к десяти часам. И вот, наверное, скорее всего, что он поедет со мной носочком, в смысле. Вот. И уже в следующих, возможно, видео я покажу, насколько я его продвинула. Как бы здесь останавливаться надолго смысла нет, они самые обычные, резиночка, погаленок, бабушкина квадратная пяточка, и дальше просто по прямой лицевой кладью. Ничего сложного, вот. Ну, если вдруг нужна будет вам отдельно отснять, например, квадратную бабушкину пятку, как она вяжется, или ленточный мысочек, которым я буду делать закрытие, да, вы мне напишите в комментариях, я вам отдельно засниму, как оно-то все вяжется. Ну, при условии, конечно, если вам это нужно, потому что, опять же, таким тратить время на то, что не будет смотреться, ну, честно скажу, девчонки, ну, не комильфо. Время нынче торг. Ну, если вам не будут такие мастер-классы, урывочки необходимы, на втором носочке я, конечно, вам отсниму. Вы мне напишите, пожалуйста, в комментариях, если кому-то это нужно. Вот. На эту неделю у меня мои все продвижения по этим двум проектам, по месяцу финишей и по хомяку на диете. А завтра у меня выйдет отчетик, ищу по одному проекту, который называется «Решиться и связать». Кому интересно, там я вяжу комплект «Шапку и шарф», и об этом уже расскажу подробнее завтра. Так что, кому интересны такие ролики о продвижении проектов, процессов и прочего-прочего, то встретимся с вами завтра. Кому же не интересно, то, пожалуйста, оставайтесь со мной. Для вас тоже будут интересные видео с полезной информацией, с обзором готовых работ, возможно, с обзорами пряжи, с рецептами, если вам данная рубрика на моем канале будет интересна. Тоже пишите в комментариях, нужны ли рецепты для вас конкретно. И у меня уже есть плейлист с рецептами, так что, где вы сможете посмотреть то, что у меня уже есть, высказать своё мнение и написать мне в комментариях, нужны ли вам рецепты на скорую руку из нездорогих и несложных продуктов. Так что пишите комментарии и своё мнение по этому поводу. А на сегодня у меня всё. Всем спасибо за внимание и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok